Привет, ребята, меня зовут Антон, и мы продолжаем играть в игру под названием The Forest. Погнали! Итак, друзья, в принципе, какое у меня предложение к данной серии? Во-первых, конечно же, вот, мы все построили, если кто-то более подробно хотел ознакомиться с данным местом. И тут у нас много чаек, прям обалдеть, буквально все ими кишит. Вот, и поленницу я поставил, в ней, похоже, располагаются у нас не бревна, а монетки и звезды морские. Вот, то есть все-таки у нас, походу, море, потому что обычно такие звезды водятся только в море. Как правило, в океанах вроде бы такой штуки нету, если я, конечно же, все правильно понимаю. А я могу ошибаться, вот. И я читал ваши комментарии, в которых мне посоветовали строить, как бы это выразиться, коридоры деревянные, а по бокам от них ставить факелы. И если каннибалы будут приходить, то можно вот эти факелы зажигать, и они, получается, будут сами себя убивать, уничтожать. Называйте как угодно, но в любом случае проблем от них не будет. Ну, так вот, я с этим методом был ознакомлен еще раньше, до того, как вы мне предложили его. И что могу сказать по поводу данного метода? Он актуален только в том случае, если вы будете строиться вдали от пляжа. То есть, например, вот здесь, где самолет, да? Но у нас с вами три базы всего. Первая база около пляжа, соответственно, и там я уже взял сразу же пистолет сигнальный. Вот. Дальше вторая база у нас, соответственно, здесь, недостроенная. Мы ее будем достраивать. И следующая база у нас находится вон там вот, около теннисного лагеря. Вот. И что? Там у нас рядом есть носовая часть самолета, где я все-таки могу также раздобыть пистолет сигнальный. И у нас тут, поскольку вараны ходят туда-сюда, так, вот только сказал про варана, и он собрался убегать. Не надо, так? Вот. Отлично. А еще одного, наверное, смысла нету с собой убрать, да? Ну, судя по всему. Очень много кроликов. Давайте мы кролика на всякий случай скушаем, правда. И да, я осведомлен о том, что кролик от меня только что и снова... Да вы издеваетесь. Во. Теперь кролик не ушел. Эй, что это за баг? Не понял юмора. Блин, бывает же такое, слушайте? Бывает. И да, да, все-таки как-то странно. Пеньки здесь растут, у них непонятный какой-то темп роста. Одни высокие, другие низенькие совсем. Ну да ладно, мы незачем сюда пришли, нам надо покушать. Потому что иначе наш персонаж очень быстро потеряет выносливость. А выносливость нам очень нужна, сами понимаете, да? То есть питаться в этой игре... Класс-то построил. Питаться в этой игре нужно только с одной целью. Поддерживать правильную выносливость персонажа. И вовремя уничтожать каннибалов. Какой, блин, спортсмен, комсомолец? Я по нему с ракетницы шмаляю. А, это гнида на меня тут собрался бежать. Ах ты какой наглый. Ай, вон они там бегают галышом. В принципе, можно будет еще и там построить одну базу. Но как бы нелогично. Поэтому можно забыть. Забыть про подобную инициативу. А вот варана... Иди сюда. Пам. Все. Пришпандорили. Потому что нифига так палиться. Как он тут прям говорит. Руби меня, пожалуйста. Я не против. Вот. И я, конечно же, его порубил. И пока не забыл. Оп. Все. На всякий случай. Вдруг каннибал повылезает. Вот и работает жестоко, на самом деле. И не забываем про то, как дерево можно опрокидывать в нужную для нас сторону. Во. Тихо. Тихо. Ну, зато обратите внимание. Все-таки метод работает. Спасибо тому человеку, который мне в комментариях посоветовал. Вот такой способ. И. И. Продолжаем застраиваться. В таком случае. Я только за. И может быть, даже мы и построим здесь такой коридорчик. А может и нет. А может и да. Оп. Отлично. Замечательно. Ну, уже какой-то прогресс есть. Причем. Помним, да. Что это у нас не первая база. Это уже вторая база. То есть мы еще третью базу с вами не застраивали. А. Нужно. Нужно. Как ты? Я чуть не обосрался только что. Что это был за баг такой? Не понял. Или я просто споткнулся. Скорее всего, просто споткнулся. Мастер. Да. Только мастер может так стенку установить. Что она у нас прям приклеена. Ну. Не иначе. А вот. Обратите внимание. Когда у нас значок плюсика есть. И значок листочка. Подбираем. И знаем, что такую вещь можно сажать на огороде. Поэтому. Обязательно. Надо будет что-то огородик построить. На самом деле. Есть такая возможность будет. Потому что. Все-таки я надеюсь. В предстоящем апдейте. Поправят. Трабу с инвентарем. И нормально можно будет сохраняться. Чтобы потом на огороде ничего не исчезало. Вот. И мы тогда сможем с вами такой огород сделать. Ух. Более-менее. Конечно. Не совсем то. Что ожидалось. Но все же. Все же. Не самый плохой вариант. Согласитесь. И у нас что-то мало бревен. Как-то упало. Совсем уж печально. Ну почему. Ну почему. А? Так. Как-то вот так вот пришпандорить можно? Можно. Зашибись. Костерчик-то. Установлено. А? Как вам место? Шикарное, правда? Я тоже так думаю. Просто как бы создан идеально. Для костра. Строим стенку. И разжигаем костер одновременно. Я думал. Это может какая-то вещь. Какой-то камень странный. А нет. И кстати тут полно цветочков. То есть здесь можно очень классно огорода создавать. Очень-очень классно. Много цветочков? Обалдеть. Слушайте. И ягод много. То есть место грибное реально. Ну и правда здесь очень выгодно располагать базу на самом деле. И каннибалы, я думаю, еще не скоро к нам придут. Потому что у них сейчас не сезон абсолютно. А вот. Опа. И я думаю камешек сейчас помешает дереву нормально упасть. Нет, не помешало. На радость нам. Окей. Я только за. Шикарно. И очень жалко, что не предусмотрена в игре функция удаления того, что ты построил. Потому что иногда бывает полезно. Я серьезно. Допустим, вот неправильно вы голограмму поставили. Нужно переставить ее. А нельзя. Нельзя. Это конечно минус. Очень большой. Ну уже что-то более-менее появляется такое интересное. Согласитесь. Куст. Куст лишний абсолютно. Поэтому я его срубил. Абсолютно заслуженно. Не надо ему тут расти. Абсолютно не надо. Правда же ведь? Правда. Согласитесь. Ну рубись деревца. Оу. Давай. Рубись пожалуйста. Отлично. О. Блин, как же рад, что мне хоть один человек посоветовал действительно дельный совет. Как можно деревья валить в нужную для вас сторону. А то вы сейчас бегали бы по всему лесу. Искали куда бревна полетели. И вот здесь вот. Вот здесь вот. Теоретически можно построить такую ловушечку. Но нужно ли? По-моему нет. По-моему нет. У нас же такая закрытая территория. Правильно? Поэтому давайте мы с вами вот так вот ее установим, чтобы... О. Па-бам. Шикарно, да? Как же замечательно, когда бревна прямо под рукой валяются. Можно застраиваться по полной программе. И какое бы деревце. Наверное вот это. Так, еще для огорода. Семена. Ну вот ничего, так в принципе устроились-то. Очень даже на самом деле. То есть уже полезного много сделали. Что очень-очень радует. На самом деле. Ну-ну-ну-ну-ну. Опа. Ой, мать каннибал. Вовремя вылезали. Вы что ж меня так пугаете-то? Сосранцы. Все? Блин. Какашки такие. Даже мне повылезали называется. Не вовремя. А, окей. Слушайте, а я не подумал о том, как мы будем туда бревна с вами сажать. Сажать. Относить. На кровоту нельзя прыгнуть. Кровота у нас как бы получается такое. Окей. Вопрос. Очень интересный. Зашибись. Еще на своем же костре пожарился. Бывает же такое. А можно сквозь самолет бревна таскать? Такое ощущение, как мы базуку с собой носим. И вот можно теперь здесь огород установить. Вот действительно полезная штука. Огород. Огород. Потому что вдруг мы тут будем выращивать с вами что-то. Оп. Отлично вообще. И можно семечку посадить даже. Вот. Вот. У нас уже что-то наклевывается. Интересно. А можно в один и тот же огород посадить несколько семечек? Нет. Судя по всему нельзя. Вообще никак нельзя. Ну да ладно. И обратите внимание, как мы классно устроились. То есть теперь... Теперь мы защищены по полной программе. Конечно, всегда есть риск того, что могут стенку проломить, да? Особенно деревянную нашу. Но все равно. Все равно. Шансы неплохие. И давайте мы еще один огород разместим. Почему и нет? Почему бы и нет? Уденем здесь вот, скажем. Оп. И нам нужно два бревна еще. Можно обратно так же? Можно. То есть пока баг работает, мы им будем пользоваться по полной программе. Почему бы и нет? Так. Понятно. Я думал, мало ли, может мы как-нибудь нормально с ним пообщаемся. Но нет, он не настроен на общение нормально. Вообще никак. И знаете что? Давайте мы попробуем с вами сейчас собрать много палочек и сделать поленницу. Вот. А то очень много и часто советуют поленницу именно построить. Давайте так и сделаем. Почему бы и нет? Собственно говоря. Все замечательно предусмотрено. Ох, как у нас тут все классно сделано. Так, поленница. Поленница. Где-то у нас. Вот она. О, вот так вот поставим. И знаете, я буду с бревном ходить, потому что всегда есть риск его потерять. Что совсем не в наших интересах. Нам с вами в первую очередь нужно поленницу достроить. Правильно? Так, и зажигалку. Можно? Активировать. Зажигалка. Можно. Можно. Хоть что-то радует. Блять. Чуть не обосрался только что. Ой. Бревно. Такое бревно. А? Ты только подумай. Какое бревно. Какое бревно. Ну, это однако. Ок. Ок. И, наверное, скоро мы палочки все собрали. Можно возвращаться. И надо бы, конечно, тотем построить. Причем не один. Вокруг лагеря. Я думаю, в следующей силе мы обязательно займемся подобным. Чтобы не так часто к небу сюда заходили. На огонек. Погулять. Что-то... Слушайте, быстро растет трава здесь. Однако. Очень. Очень быстро. Так. И как нам в поленицу бревно запихнуть? Что-то... Я помню, как-то в первых сериях все-таки клал бревно в поленицу. Ну, вот как? Вот. Была клавиша С. Да? Теперь ее почему-то нету. Что как бы... Ух ты! Ух ты! Это с огорода выросло, что ли? Да ладно? Да ладно? Слушайте, шикарно вообще. На огороде что выросло? Бывает же такое? Бывает. Хм. Ну вот вам инструкция, пожалуйста, как можно вырастить себе ягоды на огороде. Но. Но, пожалуйста. Ну, положись. Ну, бревно. Такое бревно. И, судя по всему, бревно не настроено в поленицу попадать. Что как бы очень-очень грустно. Итак, костерчик. Давайте погреемся немножко. Отлично. Все-таки как же классно сделали себе место. Слушайте, очень нравится. Очень. Но все-таки нет. Поленица неактивная. Так что, к сожалению, к большому-большому сожалению, она у нас не работает как надо. Наверное, баг очередной. Ну, что ж, друзья. Давайте мы тогда на этом серии завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх и добавляйтесь, подписчики. Всем спасибо за внимание и пока. Субтитры сделал DimaTorzok